Мальчик мечтает самостоятельно встать на ноги и поиграть со сверстниками, но вместо этого он целыми днями сидит в кроватке. Любая травма для малыша может стать фатальной, у мальчика слишком хрупкие кости, и при малейшей нагрузке они сразу ломаются. Кроме того, в голове у ребенка скапливается жидкость, а ресницы растут вовнутрь. Сейчас ребенок на грани слепоты, ему необходима срочная операция. Я мечтаю ходить, прыгать, бегать, но мне мама не разрешает. Родители Адильхана за свой счет каждые три месяца возят ребенка на лечение в Россию. На дорогу и необходимые процедуры уходят 4000 долларов. Найти такую сумму снова многодетная семья, которая растит еще пятерых детей и арендует жилье, больше не может. Мы с апреля уже не получаем нужное лечение. Кости у него опять начали ломаться. Посмотрите на его руки. Везде ушибы. А вторая рука сломана в двух местах. Мы его даже перенести с кровати не можем. Найти деньги на лечение не получается. В Казахстане нет специалистов, которые могут лечить Адильхана. Умыли руки и отечественные чиновники. Мол, квота для бесплатного лечения такого заболевания не предусмотрена. Хотя если мальчик сможет своевременно лечиться, то есть шансы на выздоровление. Но казахстанская бюрократическая машина неумолима даже перед детскими страданиями. В бюджете страны есть деньги на шикарное авто для приспешников Назарбаева, но нет средств для помощи одному больному ребенку, обреченному чиновниками на гибель. Гипс уже пробовала.